В этом ролике мы хотим вам рассказать о кормушках нашей клетки для кроликов. В предыдущих роликах вы можете посмотреть общий обзор. Здесь более подробно об этом мы хотим рассказать. Именно о кормушке? Да, именно об этом. Здесь она закрыта от дождя шифером. С этой стороны ее очень мало, но это не мешает загрузить сюда больше, нежели мешок сена. Потому что здесь внутри... Она очень большая внутри. Покажи, пожалуйста, с той стороны. Сейчас вы меня увидите вот сюда. Да, ку-ку. Но здесь полностью все пусто. Здесь полностью все пусто. И очень-очень много места. Сюда лазит мешок сена. Мы сюда ложили соль. Здесь немножечко поржавела сетка. Соль обязательно ложили, потому что кролики любят соль. Кстати, в комбикорма входит соль, поэтому мы комбикормами не кормили, но соль мы ложили. Обязательно они его вылизывали. Продаются специальные бруски соли для коров, для животных. Потому что коровам тоже ложат соль. И вот сюда загружаем сено. С этой стороны я сделал просто обычный оцинкованный листовой металл. С этой стороны, с этой стороны. А здесь то, что я вырезал вот эту дырочку для нее, это же я сюда и поставил. То есть в экономии материала. Сейчас размеры я вам покажу. Сейчас покажем размеры вам. Насколько она выходит сюда, под каким углом. Да. Выходит она на 16 сантиметров. Вот, на 16 сантиметров. Длина ее 63. Показывай, пожалуйста, чтобы было видно. Потому что одно дело я скажу 63, да? Смотрите. От задней стенки до передней стенки 73. Выступ 27. И маточник 40. Вот, общая длина у нас получается метр сорок. А кормушка получается? А кормушка у нас получается длина метр, метр, говорю, 30 сантиметров. 30 сантиметров и отсюда до отсюда она идет? Да. Она идет отсюда до отсюда примерно, вот не примерно, а 93 сантиметра, если отличать толщину того, что там стоит. А можешь о сетке сказать, ячейка? Что именно? Что такая ячейка сетки? Потому что мы брали разную. Вот, остановились на такой, самой оптимальной, чтобы и не попадало. Потому что у нас была такая рябица сетка, она не годится. Два с половиной на пять здесь, кажется. Да, два с половиной на пять. Идеал, потому что если будет больше, они будут очень много вытаскивать, просто будет сено проваливаться вот туда в щели. Если сделать им меньше, будет очень тяжело кроликам доставать. Поэтому самый вот идеал это вот этот, ну, ячейка. Они бывают очень, ну, как бы, им очень нравится что-то получше, и они начинают лапами вот так вот делать. Вот так вот лапами грибут. Вот, и потом едят. А все остальное, стружка сыпется... Ну, поднимись. Вот, хочу сказать о второй кормушке. Это то, что ставится сюда. Здесь просто немножечко недоделанно. Я вот здесь поставил сеточку, потому что у нас были... Нужно было очень срочно рассаживать самок. Вот, и мы пока сделали так. Вот сама кормушка. Сама кормушка. Суть ее, она универсальна. То есть, она ставится в любую клетку. Она ставится просто... Снимается проволока. И она просто туда вставляется. То есть, ну, я ставить сейчас не буду. Она туда входит и ставится здесь. Вот таким образом, только с той стороны. Ну, внутри. Сюда загружается корм. В одну часть можно сыпать один корм. В другую часть можно сыпать другой корм. Влазит почти по ведру. Вот. И когда кролики подъедают с этой стороны, оно просто осыпается. С этой стороны это на эту сторону гнезда. На другую сторону клетки. А это на другую сторону гнезда. Сюда нам можно засыпать и комбикорм, и какие-то эти культуры зерновые. Кукуруза, пшеница, отруби. Мы комбикормами не кормили, поэтому мы засыпали сюда отруби. Размеры. Так, да. Снимай, а я сейчас покажу размер. Смотрите. Здесь много нельзя, но и мало тоже нельзя. Здесь я брал 4 сантиметра. Вот 4 брал. Вот так было. Но потом пришлось немножечко отгибать его. Это не кролики сделали. Это я сделал. Вот потому что здесь у меня... Не помню, было прикручено? Нет, не было. Отгибал, потому что морда большая. То есть нужно брать 5 сантиметров, получается? 5 сантиметров нужно брать, да. Но не больше, потому что залазят крольчат и начинают там писать-какать. Писать-какать и выгребать отсюда. И выгребать, они там купаются. То есть это тоже такой нюанс, что они выкидываются. Общая длина, смотрите, 24. Ширина общая, да. Здесь общая высота. Вот сюда покажу вам. 40. А высота вот этого бортика? А высота бортика? Сантиметров 7 где-то, да? 7. Ну, как угадалось. Вот. Ну, здесь все понятно. Вы делаете общий каркас. Сразу скажу, делайте, пожалуйста, его с твердого материала. Вот это все акации. Вот это акации. Сверху у меня была черемуха, я сделал мягкий, там, где они точно не доберутся. Но низ делайте с твердой породой, потому что погрызут. И ваша кормушка прослужит очень-очень мало. Вот. В принципе, все. С этой стороны у меня тоже, видите, фанерка. Вот я взял пятислойную фанеру. Они к ней не добираются, не грызут ее. То есть все везде закрыто. Внутри они тоже ее покушать не могут. Но там, где они могут погрызть, пожалуйста, делайте с твердого материала. Здесь 40, здесь внизу 18, отсюда до отсюда. Здесь, понятно, 20 сантиметров. Ну вот так, удачи вам. У нас есть, кстати, одна клетка, вот ту. Покажи, пожалуйста, вот ту крайнюю. Она уже заселена игрушками. Давно у нас кролики просто не живут. Ввиду того, что не живут, что у нас много деток, мы просто не успеваем сейчас. Вот, смотрите, даже здесь я бы не вытаскивали. Видите, здесь находятся эти отруби. Вот она стоит внутри. Вот таким образом. А вот сюда засыпается. И здесь крышечка. О, там дети закинули туда эти. Как ее? Ну, короче, котлету. И здесь крышечка была. То есть крышечка закрывается, чтобы ничего не летело, не падало. И так далее. Ну, вот такие кормушечки. И так далее. И так далее. Продолжение следует...